Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Порт Рояль 4. Мы с вами остановились на том, что выполняем нашу основную задачу, а именно нам нужно хапануть еще к себе на плечо третий город. Для этого нам нужно будет, к сожалению, поработать немножечко на нашего вице-короля, иначе мы никак не выйдем в плюсик. Что нам для этого нужно? Да все очень просто, по факту. Да. Все достаточно просто. Нам где-то два месяца еще нужно провозить абсолютно разнообразные товары, которые требует, собственно, данный месье-человечек. И уже исходя из того, будем ли мы иметь все в наличии или нет, что у нас за беда? Не хватает жилья. Ну, сорян, ребят. У вас и так там... Да хера, мягко говоря. Так, а где мой основной флот? Как ты здесь оказался и куда ты движешься? Ты ж пустой. Ага, все правильно. Короче, мы сейчас будем опять затариваться товарами, которые пригодятся нашему вице-королю, а именно столице даже скорее, чем непосредственно ему. Поэтому расход делаем отсюда. Так, у нас небольшая проблемка с чумой. Больше жилых районов, поскольку людям не хватает жилья. Мы вообще можем. У нас вроде бы был расчет на то, что у нас сюда влезут еще жилые дома. Но все-таки, все-таки... Бляха, здесь производство близко. Стоп, это же не мои производства. Это те, по-моему, которые были изначально здесь, да? Мини-фруктовые сады. Так, свои собственные предприятия вы можете сносить в любой момент. А, то есть вот это говно, которое кто-то здесь поставил, я снести значится не могу. Я правильно понимаю? Восхитительно. Просто замечательно. Окей, тогда вы немножечко недовольны здесь будете. Но так, наверное, лучше. Зато вместимость города будет 7500 почти. Хорошо? Замечательно. Так, занимайтесь этой постройкой, а ты плыви быстрее, дружочек. Нам нужно набрать точно хлопка. Нам нужно набрать... Че-че-че нам там еще нужно было набрать? Да всяко-разного нам нужно понабирать. Хлопок точно, кофе, по-моему... А, нет, табак. А, нет, все правильно. Кофе, табак и какао. Здесь мы уже 57 свои получили. При том, что я их получаю в момент продажи. Потому что не откатилось. Нам гораздо больше, чем два месяца придется поплавать. Но я готов. Я в целом готов. Мне главное успевать за месяц забрать и отправить. Все остальное это уже мелочь. Так, где хлопушек? Хлопушка у нас дофига. Хотя там надо всего лишь 1500. Что за херня? Почему мне показывают тысячи, а больше не показывают? Разрабы, что это такое вообще? А, вот все, в центре есть. Нам нужно 1700, по-моему, да? Около того. 1700. Да я прям ванга, слушайте. Значит, я чутка не дотянул. Би-би-бо-бо-боб. 1500. Добавляем еще чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть. И на остаток. Ай да, табака нам закиньте. Забиты? Ну, можно сказать, что да. Так. А, все, мы максимально забились. Давай отплываем, сейчас попытаемся выгрузить. У меня есть еще затея, раз нам все равно нужно все сгружать в столицу. Правильно, почему бы нам тогда... У меня есть дебильная мысль. Если я куплю в столице и продам столицу. Ну, как истинный барыга, просто интересно. Просто интересно. Тьфу, у них всего лишь 4500 населения. Слабаки. Просто слабаки. Сколько уже? 9 августа. Кстати, 73-й год, а у нас там что? 75 декабрь, да? А-а-а. Кстати, вот тут чуть быстрее. Тут август 75-го. Окей. На самом деле, если бы я не тупанул с очком славы, оставил бы одного капитана, то мы бы уже радовались и сикались бы от счастья. Ну, ладно. Давай быстренько, 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 дружочек, быстренько, быстренько. Сейчас, отдалимся максимально, чтобы он ускорился. Ты спердец. Он там дальше продолжает разворовывать что-то. Нас это мало интересует. Би-би-боб. Так, забирай, значит, сараз. Забирай два. Забирай три. Проверяем. Слава, 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 слава. 762. Я даже продал больше, чем ему нужно, но я думаю, что мне за это свыше давать не будут. Теперь проверяем. Сейчас, на всяк пожарный. 22, 1739, 43. Давайте допустим. Допустим, я здесь покупаю какао-какао. Вот дерьмо. У нас понизилось до 33. Теперь. Хотя как оно может понять? А, оно фиксируется, типа, наверное, да? Окей. Допустим, мы продаем назад. 43. Вернули на позицию ту же. Не получится смухлевать. Хотя очень хотелось. Ну, окей. Давайте тогда хотя бы прикинем, сейчас где у нас постройка. Здесь у нас может быть какао. Какао. Здесь у нас уже есть хлопок и табак. А кохвоя здесь быть не может, да? А кохвоя где может быть? Здесь кохвоя не может быть, здесь не может, здесь не может. Ну, то есть кофе будут сложности, а все остальное... А, не, вот кофе. А ну-ка погнали. Мы прибавля... Я не знаю, правда, в будущем нам это пригодится или нет. Хотя, почему нет, слушайте. Нам же надо будет все время повышать очки. Я, правда, не знаю, будут ли меняться товары. Товары пока вроде бы уже сколько-то там времени неизменные. Так, сейчас мы проверим, сколько здесь 200 тысяч стоит здесь. А сколько производится какао? Двенадцать всего лишь. Сейчас, короче, заплывем, глянем, что по наличию. Какао, какао. Так, кофе здесь 120 единиц. Ну, что как бы не фонтан, да? Так, то есть у нас сейчас все абсолютные лицензии стоят по 200 кусков. Сейчас я проверю. Они не дорожают с каждой купленной? Они дорожают с каждой купленной лицензией. Я вас понял. Так, ребятки, ну, на ваших плечах лежит обустройство жилых массивов. Поэтому я в ваши дебри не лезу. Я просто сделаю здесь мега производство кофе. Так, людям нравится, когда кофе рядом. Людям не нравится, когда кофе рядом. Делаем кофе. Пусть они занимаются этой постройкой. Я не отвлекаюсь. Мы плывем сюда. Хотя я могу даже вроде не плавать, да? Давайте, знаете как? Так, ты пришвартуйся сюда. Сюда, красава. Так, и забери отсюда, пожалуйста, все, что нам может пригодиться. Хлопок мы весь втюхали. Давай кофе, какао, табак. Ты плыви дальше, вот сюда. Так, я пока сам загляну сюда. Возьму еще здесь лицензию. Производство. Здесь есть и хлопок, и табак. Причем его тут и без меня достаточно вроде бы как, да? Пусть и без меня достаточно, но я поднапрягусь все равно. Хлопок, хлопок, хлопок. А почему здесь зеленое? А, потому что здесь клоды, да? Ага. Ну, давайте хлопушек вот так. Так, табачок. Мне нравится им, когда табачок рядом, поэтому табачок куда-то сюда спрячем. Застраивайте. Так, ты подплывай. Сейчас мы все организуем, все под себя, так сказать. Как бы странно это ни звучало. Так. Хлопок. А, стоп, он нам не нужен. Табак гоним. Остатки какао, бобов и, собственно, кохве. Так, и здесь мы смотрели, что? Здесь как раз какао. Плыви сюда. Кстати, а здесь почему-то лицензия 200 тысяч стоит. Окей, сейчас все бабки всырем. Че там? Первый раз живем, что ли? Так, производство. Здесь у нас какао 12 есть. Ну, мы, естественно, гэпнем туда побольше. 12 это для слабаков. Мы хотим куда побольше какао. Так, рядом с домами они опять не любят. Ладно, тут пусть он разрастается. Я начну с самого далека. Вот, пусть отсюда фигарят. Все, это у нас небольшой плацдарм на будущее, чтобы мы могли зарабатывать очки чести. Вот такие мы хитрожопые барыги. Так, давай кофе, давай какао. Давай табак. В принципе, все. Сколько мы? 800, в общем, нагрузили. Сколько осталось? Совсем чуть-чуть. Вроде бы я успею продать. 24 августа. В августе сколько? 31 день, да? Стоимба. Оп. Отлично. Сейчас мы выжмем, по идее, максималку. Так, отдали, проверяем. Рады. Рады, не то слово. Мы недопродали еще 1500 какао, 300 кофе и 1000 почти табака. Как-то так. Как-то так, но получили плюс 61. Нам осталось всего добить 50 условно, 49. Давайте я быстренько к нам сплаву опять за хлопком. Можно взять и хлопок, и табак на самом деле. Мы как раз туда-сюда пока сплаваем. Уже будет начало следующего месяца. Но мы идем к своей основной цели. Да хватит там разворовывать говна кусок. Ну не могу я тебя пока побить. Погоди. Подожди чуть-чуть. Придет время, я тебя отлупашу. Не переживай. Но дай мне чуть-чуть времени. Так, барыги справлю. Барыги наши справляются идеально. Так, справили. А, я же хотел еще маршруты выставить. Точно. Я совсем забыл. Ёпарас это. Ладно. Сейчас возьмемся. Что у нас получается? Хлопка у нас здесь дофигища. Но его настолько много производится, что даже если мы его весь будем продавать, нам все равно будет чуточку не то. Так, давай тысяча... Семьсот там, да, было? Тысяча семьсот оставляем. Табак забирай, сколько влезет. И можем сразу плыть назад. Что я хотел сделать? Я хотел сделать еще один маршрут, который у нас будет вот здесь проходить. Я понимаю, что здесь доходность будет очень низкая. Скорее всего. Но нам это в будущем... Ой, как пригодится. Ой-ой-ой, как пригодится. Так, что у нас сейчас по кораблям? Тут у нас огромное количество корветов ждут. Так, шхуны, шлюпы, корветы у нас тоже присутствуют. Барки. Но я сейчас не могу оставить корабли. Вот в чем проблема. Ладно, давай мы тебя отпустим. Ты плыви. Плыви сюда, плыви. Ночью и днем. Все, мы тебя не трогаем. Ты своим делом занят. А я пока попробую здесь сформировать что-то полезное. Хотя бы из того, что есть. Так, здесь из челых нихера. Так, слушайте, мы сейчас все сделаем. Скорость 11. Набираем бриги. А, так тут бесконечный, это, верфь, мать его, отлично, супер. Просто very good. Так, звезда, давай будешь звездой. Так тому и быть. 1200 грузоподъемленность. Для этого островка это даже многовато. Мы немножечко разведали городаш, кстати, да? Но я пока, пока... Ну-ка, у меня есть вообще какие-то... Тут все в полном порядке, об этом городе ничего нельзя сказать. А могу ли я пообщаться с представителями других стран? С Эдвином, допустим. С Эдвином общаться не хотим. То есть, в целом, я на их города повлиять не могу, но я могу забирать у них товары и продавать в наши города, правильно? Правильно. Соответственно, мы можем немножечко увеличить наш маршрут. Точнее, сделать его прям отвратительным. Как бы это страшно не звучало, но так и будет. Ща-ща-ща-ща-ща. Сейчас, мне надо проверить, что вообще за товар. Так, фрукты, мясо, табак. Какао. Всякая шняга. Здесь тоже есть фрукты. Здесь есть еще кукуруза, овощи. Уголь у наших есть. Уголь у наших есть. Пивашка. Ром. Ром есть, пивашка есть. Слушайте, нам реально нет смысла с этими ребятами торговать. Нам реально можно сделать маршрут. Ну, просто если бы я сделал маршрут по всему острову, то мы бы по таким круговым маршрутам ходили бы просто нон-стоп. Не было бы красиво, мне кажется. Но мы тогда потеряем часть прибыли. Ладно, давайте сделаем все-таки мини-маршрут. Не будем, не будем вот это вот извращаться. Так, изменить маршрут. Отец, давай, раз, два, три, четыре. Раз, два. Ну, этого достаточно. Дальше ясно-красно поплывет сюда, да? Угу. 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 Вроде бы все. Он не будет сверхдоходным. Я вам сразу говорю. Он вообще не будет сверхдоходным. Так, звезда, плыви. Плыви, звезда, звезди, как говорится. Так, все. Этих освободили. У нас разобрались. У нас семь тысяч человек теперь живет. С чумой, правда, жопа полная. 75% опасность чумы. 75, Карл. Давайте-ка фиксить данную проблемку. Вот здесь мы можем лупануть больничку, да? Давайте вот сюда поставим. Хотя бы чуть-чуть еще попытаемся пригасить эту проблему. А то мы так надолго встрянем. Так, сейчас у нас деньги чуть-чуть просядут, потому что он закупаться будет. Но мы не боимся. Все в порядке. Так, главное, чтобы этот товарищ качался. Не влияет области штиля. Вот это было бы вообще найс. Чтобы мы плавали везде с дикой скоростью. Ох, боже, это будет сложно. Так, месяц новый наступил. Доступен новый капитан. Да, вышел. Видите, он сразу третьего уровня и четыре корабля вместимость. Ну, ёппер СТ. Опять же, защита от штормов. Крава не влияет области штиля. Ремонтные работы проходят быстрее. Крит. Дополнительное очко маневра. Четыре до четырех дополнительных очков маневра можно получить. Бляха, дружочек, а ты здесь надолго останешься? Сказал, что да. Потому что сейчас мы с трудом заработаем еще одно очко. И уж точно я не хочу тратить его на тебя. Опять же, ничего личного. Так, заплывай. Дин-дон. Ребятки, я вам, как всегда, привез Хэру, вытучу товара. Кайфуйте до опупения. Да-да-да. Ха-ха, собака. Шесть не хватило. Окей, понадеемся, что у наших ребят здесь все-таки наладилось производство уже. Хотя я сильно сомневаюсь. Хотя месяц прошло, подожди. Че сильно сомневаться? Уже могло и появиться что-то. Так, древесина, какао, какао. Ну, такое, конечно, но сойдет. Получено очко слава. Е-е-е-е-е-е-е! Наш товарищ что-то втюхал, да? Так, возвращаемся назад. Сейчас нужно будет как-то придумывать. Я не знаю, как. Так, компетчи. компетча что простите я могу запросить стать главой столицы звучит конечно заманчиво ничего не могу сказать сейчас проверим что там столице происходит там явно не хватает жилья но я не знаю как нам быть с этими барами и церквушками ладно все глянем так сначала забери как у которую я собрал держи так город население 5000 ищущих работу 2900 по факту у нас будет столица которая является эпицентром бездельников которые ищут куда бим подеться это хорошо опасность чумы сто процент вот это моща так ладно самим городом чё ну бляха здесь зона маленькая уже как оказывается но мы здесь производством натыкали естественно зона маленькой стала жилой район здесь отстраивает я не знаю просто справимся ли мы с вот этими за ну серьезно здесь надо настроить то что нахер не надо ну вот серьезно нам не надо столько выпивошных в часовне и так дальше ну ладно давай давай я возьму на себя эту ношу руководством маракайбом конечно вы будете управлять этим городом никто иной не конечно кому бог веряет особую миссию он же наделяет разумом воистину вы посланы небесами люди счастливы иметь такого губернатора естественно друг мой ты что такой губернатор как я это просто цаца это это радость все я мира так здесь беда в чем он начал жилые кварталы настраивать возле производства что естественно очень плохо но с другой стороны здесь есть хотя бы алкашка и медикаментозная какая-то помощь мы можем здесь единственное что проделать это сделать вот так вот так и здесь выстроить небольшие райончики но бляха это все равно не то что я хотел так ну давайте сделаем так так остается у нас 300 тысяч сильно не размахиваемся баблом так ставим выпивошную сюда ставим часовню сюда это уже чисто ради того чтобы чисто чтоб поставить короче это не не имеет никакой цели опасность чумы продолжает расти на из опасность чумы все равно растет опасность чумы скорее всего будет такой же да раз нет показателя ну в общем отстраивайтесь ребятки сколько там надо вам на отстройку скорее всего дохера да 300 булых 180 дерева ну как минимум мои торгаши это привезут если чо так торговцы англии короче я не знаю я не знаю я не знаю так тут барыга сейчас проверим маршрут маршрут а я его не переназвал да сладкие это у нас будет гладкий не спрашивайте почему не спрашивайте пока минус косарь у него ну что поделать тут просто есть немного товара повторяющихся это может создавать проблемы кстати но не критично так мы поставили здесь по 2 то есть здесь 7 6 значит нам еще нужно 4 часов не 4 часов не так здесь население почему-то бежит шишу 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 работы вам не хватает что ли ребята то вышел вы штока скажите я вам все организую и работу и подработки все будет для вас. Так, здесь жилмассива нет. Здесь у нас уже стоит по одной, да? Так, здесь жилмассив не останется довольным. Ну, короче, мне придётся просто заготовки лупить. То есть, заготовка здесь, заготовка здесь, на будущий жилой квартал. Здесь у нас что получается? Здесь точно так же, по идее. Там недостающие. Здесь у нас производство. То есть, жилые дома здесь должны быть... А, стоп, это не негативный. Негативный вот здесь. То есть, делаем вот так. Делаем вот так. Но опять же, это поставил ради поставить. То есть, это не имеет под собой никакой высшей цели. Доступен ещё один капитан. Да что вы творите? А, вот это уже говно. Вот это уже говно. Сеньор Дельгадо. Максимальный уровень 10. Больше урода пушками наносит. Обзор. Может приближаться к пражским городам. Грузоподъёмность караво. Вот это прикольно, кстати. Из 2000 можно было бы сделать 2500. Ну ладно, фиг с ним. Так, отстраивайте. В любом случае, отстраивайте. Я жду. Я просто буду... Это что такое? Это что такое? А, это краса типа такая? Не ерази бе. Вот это приколяс. Прям бьёт молния, слушайте. Прям бьёт. 7,6. Я надстроил 3. Ну сейчас увидим. Скорее всего, в любом случае, придётся ещё надстраивать. У нас есть там претендент? У нас компача есть. Но у меня нет очков. Тут уже надо 730. Вы чё, с ума посходили, демоны? Вы чё такое придумали? Мне нужно будет, короче, направ... Это будет извращение. Но я сюда направлю маршрутчика, который будет тупо закупать всё кофе, какао и этот и продавать в ноль в Маракайбо. Серьёзно, зачем мне этим вручную заниматься, когда для этого есть обученные люди, скажем так? Спецы своего дела. Так, плыви дальше. Ну в любом случае, нам тоже надо насобирать, иначе мы останемся с ничем. Так, дружочек, давай, скидывай всё, что есть. И сюда ещё запыхтим. Но, блях, это будет... Ну, надо будет потратить чуть времени, чтобы выставить этот маршрут. Но он будет полезным, однозначно. Правда, города здесь будут очень огорчены, скорее всего. Потому что мы, получается, у них всё скупаем. А у них же есть какие-то свои потребности. Но мы на них просто кладём болт. Надо сейчас ещё по бабкам проверить. Мне кажется, мы проседать начали. Ещё один капитан, да откуда? Мадам, здравствуйте. Пилор Рейс. Так, ремонт мы видели, дальность мы видели, крит мы видели. У неё, кстати, тоже две штуки уже прокачаны. Короче, пока живём со своим капитаном и не жалуемся. Так, чуть втюхали. Приветствую. Еееей, слегонца подняли. Но мне кажется, что наш торговый корабль здесь очень много сейчас выкупает и продаёт. Как раз на наших производствах. У меня, конечно, могло только показаться, но... Я прям чувствую. Так, здесь всё настроили. А-а. Здесь ещё не всё. Так, ты давай тогда плыви домой. Хотя у тебя домов уже несколько, по факту. Так, здесь всё отгрохали. А вот тут вот. Тут ещё два. То есть, должно выйти девять восемь. Я правильно понимаю? Вроде бы когда. Сейчас десять дней подождём. У нас уже конец семьдесят третьего. Нам полтора года осталось. Два года. Почти. Ох, сложно, сложно, сложно. Так. Давайте, я подожду. Можем пока вообще сформировать всё-таки этот... Где они у нас тут? Есть корабли ещё, ребятки? Королевят продают? Вот, ничего себе. Влейт один брик. Ну, давайте я брик куплю. Он ещё пригодится. Так, заплыли. Что мы уже здесь взять? Сейчас как раз конец месяца. Хапани-ка здесь хлопка хорошенько так. Тут уже пятнадцать тысяч хлопка. О-о-о-о, эта срака просто какая-то... У нас слишком большой разрыв между нашими городами, к сожалению. Но ничего страшного. Так, там же ничего не поменялось, да? Да, всё ещё остаётся задача поставлять всё в Маракайба. Доставка товаров. То есть, это именно доставка. Всё остальное не канает. Если бы мы там производство выстроили, это, видимо, не сработало. Жалко. Так, девять-восемь получилось. В принципе, как мы считали. Да, здесь мы уже просто заговним города, если мы начнём ставить дальше. Мне так кажется. Попоечная там стоит. Попоечная здесь стоит. И здесь стоит. То есть, мы реально везде, где можно было поставить попоечный, мы их, по сути, поставили. Давайте ещё здесь проверим. Так, попоечная раз. Там уже производство. То есть, он дотянется сюда. Ну, давайте я ещё здесь выставлю. Вот так. И тогда в каком-нибудь вот этом выставим ещё одну. Нам часовни не хватало, да? Часовня. Кто здесь не уверовал ещё? Кому помочь с этим сложным вопросом? Ну, давайте сюда поставим. Всё, по идее, сейчас задачу закроем. По идее, должны закрыть. Самое главное, что у нас огромный запас по времени. Главное его держать дальше. Это будет полезненько. Так, а ты греби давай. Ты греби. Что-что-что говорит? Мне сообщили, что в прошлом месяце ваш торговый оборот упал. В чём дело? У меня торговый оборот упал? Я сейчас всё проверю. Погодите. One sec. Так, где у нас? Вот два куска. Забирайте. Так, 34 в плюс, окей. Будьте осторожны в городе. А, свирепствует чума. Если хотите помочь, поставьте его древесиную ткань. Окей. В прошлом месяце ваш торговый оборот упал. Да, меня тоже это интересует. Изменений в день примерно 23 тысячи плюс. Неплохо так упал оборот, слушайте. Я прям не знаю, что делать. Я расстроен. Но мы просто... У нас не оборот упал, скорее. У нас упали активы, потому что мы их вложили. Очень много вложили в производство. А так, по факту, мы себя чувствуем замечательно. Так, ты, кстати, починись, наверное. Пора бы уже. Да, ё-по, РСТ. Ремонт. 14 тысяч ремонт. Не ремонтировались, называется, долгое время. Я перепроверю все-таки маршруты. Так, родной приносит 10 кусков. Столичный 6. Сладкий маршрут просел. Сладкий маршрут просел, потому что мы его тут трогали чуть-чуть, да? Угу. Потный, кстати, вышел в 6 тысяч. Потный вышел, этот тоже уже вышел в плюс, в 2 тысячи. Мы нормально зарабатываем. Какие вообще претензии к нам? Я не понял. Так, кораблики починили. Ждем, пока достроится этот весь ужас. Так, Реоча не хватает жилья. Здесь не хватает жилья. Здесь не хватает жилья. Ну, давайте поможем ребятам. Ну, чё? А, стоп, мы же не можем здесь жильё ставить. Эш-те, разогнался. Я могу оттяпать, кстати? Почему 103 тысячи из 400? Было ровно 100 постоянно. Чё за херня? Валья долит. Мы ещё можем хапануть, но для этого нужны очки славы. Ну, вы понимаете, да? Так, у вас, кстати, в верфи есть готовые корабли. Может, мы сейчас сгруппируем то, что нам надо. Боевой галеон. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Осадка 3. Сколько пушек? 46 пушек только на одном корабле. Матрёна-ядрёна. И требует он 2 эти ячейки, да? О-хо-хо-хо-хо. Ты, конечно, хорош, друг. Стоит 300 кусков. Но, пожалуй, как бы не сегодня. Так, давай точно возьмём брик. Шлюпы, шлюпы, шлюпы. Это тоже сгодятся. Тихо-тихо. Кстати, его, чтобы купить, нужно очко славы. Чё? Чё? Что за глупости вы такие придумали? Не надо так делать. Так, где маяк? Маяк, сформируй нам, пожалуйста, новый караван. Запихтарь сюда это дело. Караван называется как? Стоп, этот не тот. Это столичный барыга. Я его ни с кем не спутаю. Эсперанца. Ох ты мой бог. Эсперанца, ты мой бог. Сколько у тебя подъёмный? 650, да? Ну, он должен быть хотя бы косарик с чем-то. 650 прям не годится. Давайте мы его, наверное, тут оставим. Можем ли мы заказать те же барки, допустим? Можем, да? Так, поставлять никуда не надо. Маркайбу оставляйте. Ага. Давай, барк раз, барк два, барк три, барк четыре, барк пять, барк шесть. Нам нужна очень большая грузоподъёмность, потому что мы будем... Мы будем давать страшные заказы. Очень страшные. Но это будет крафтиться долго. Это будет крафтиться очень долго. Ну и мы никуда не торопимся, правильно? Правильно. Пока что... Мы его можем, кстати, назначить на маршрут, просто потом его сбить с этого маршрута и добавить ему всё, что нам надо. Хорошо, давайте. Сейчас попытаемся линейно вручную сделать маршрут. Это у нас Вославу будет называться. Так, Вославу изменить маршрут. Мы добавляем просто города и вручную будем добавлять в них всё, что нас интересует. Сюда. Потом в самый конец. Раз, два, три. Туда. В самый конец. Раз, два, три. Туда. Да. Так, первый. Неококли. Неококли. Так, ты у нас что? Некоклик. Ты нам должен дать что? По идее, мы должны закупать всё, что нужно в основном городе. Похер по какой цене. То есть, купить. Цена любая. Количество. Я даже не знаю. Пусть будет максимально. Хотя. Просто автоматику, если выставим, но скорее всего плохо сработает. Так, ставим это. Это любая цена. Максимальная. Нам нужна всё-таки любая. За любые деньги покупаешь это добро, за любые деньги покупаешь это добро. Дальше. Движешь сюда. Здесь делаешь всё то же самое. А, стоп. Он автомат... Стоять. Он автоматом всё выставил. Всё правильно. Так. Любая, любая, любая. Количество 500. Я сомневаюсь, что он там, правда, 500 найдёт. Но если найдёт, будет красавчиком. Так, это закупаешь, а в Маракайба ты это всё продаёшь, друг. Продать, 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 продать. Цена. Любая, 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 любая. Количество. Тут, наверное, пофиг. Он всё равно всё продавать будет, если я правильно понимаю. Приоритеты максимальные. Пока не продашь, ниже, ни, 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 ни возвращайся. Какой ужас. Так, хорошо. Правильно же. Кофе, какао, табак и хлопок. Вроде бы всё правильно. Тогда здесь мы отрубаем, подтверждаем. Сюда назначаем эсперанца. Добро пожаловать на абсолютно невыгодный со стороны финансовый маршрут, но достаточно выгодный со стороны получения очков славы. Так что давай. Работай, если что, мы кораблики ещё к тебе подтянем. После долгого дня тяжёлого отупляющего труда работник хочет забыться, и чтобы его детям не приходилось видеть. Еееей. Господь небесный создал ром и таверну. Блаженны те, кто исполняет замыслы, Господь. Да я понял, что это алкаж. Блажен тот, кто дарует народу возможность молиться и исповедоваться. Ибо в этом утешение и жизнь грядущая, лишённая страданий, во сне мне было видение. Ради вящей славы Господа, его священной короны, да возведём мы в Севильи кафедральный собор, первый в новом свете, да покажем всем, что обладаем девикой культурой и непопередимой верой в Бога, владыку и защитника Испании. Очень хорошо. Хлопок нужен всегда. Что? Я что-то выполнил? Бельё, скатерти или гордые паруса. Ткань нужна везде. Короче, мы случайно выполнили ещё два задания. Просто из-за того, что я наращивал этот производство. Окей. Что у нас? Построить собор. Я, кстати, не видел собор среди крафт, среди построек. Число предприятий в Севилье, где производится товар одежда. Мы получили ещё кучу очков славы, кстати. Что очень приятно. Попрошу заметить. Первое тогда возьмёмся за одежду и надо будет ещё доставить... Ещё доставить жилых кварталов. Сначала церквушка, здесь нужно лучше до церкви, а потом до собора. Сейчас мы посмотрим, что там с собором. Так, товарищ загружает, но беда в том, что ему не хватает мощности. Он 650 всего лишь может перевозить, а это очень мало. Но по правилам, которые мы ему выставили, он всё делает правильно. Сейчас чума? Что? О май гад! О май гад! Так опасность же чумы мы вроде бы гасили, нет? Вроде бы да. Но мы пытались, скажем так. Окей, постройки давайте сразу разберёмся. Контора капитана порта, контора кораблестроителя. Позволяет строить на верфи суда других держав. Так, окей, это что? Ускоряет погрузку, разгрузку и ремонт судов. Только один раз в центре города. Требует 5000 жителей. Давай. И, наверное, и тебя давай тогда. Сделаем наш центр восхитительным. Так, хорошо, где у нас... А, вот собор, да? Вот собор. Так, заменяет собой церковь, даёт дополнительный бонус. А, его, наверное, скорее всего открыть надо, да? Собор, да, он открывает... Бляха, меня вынуждают тратить бабки, мне это не нравится. Точнее, очки. Нам нужна швейная фабрика, как я понимаю, для крафта одежды. Швейная фабрика. Потом нам нужно идти сюда и сюда. То есть у нас в запасе сдаётся только одно очко. Грустно вообще-то. Ну, ладно. Что, с собором не так? Мы же получили разрешение? Собор можно строить лишь тогда, когда в городе не осталось свободных мест для строительства. О, как. Ну, окей. А в чём проблема? Почему я не могу здесь строить? Ещё разок. Предприятие в городе Севилья, где производится товар одежды. Так. Здесь у нас есть ткани. Мастерская для дополнительной обработки. Получает производство бонус для ближайших поставщиков сырья и жилых районов. Деньги? Есть. Ресурсы? Возможно. Построить это припять нельзя, поскольку в городе уже есть 7 различных производств. Сейчас нам придётся делать страшную вещь, которую я б, наверное, делать не хотел. Но это будет вынужденная мера. Нам придётся удалять то производство, которое ставили исключительно мы. А это, к примеру, производство пива. Где оно у нас? Это у нас перегонка рома, плантации хлопка. Где спряталась пивашка? Плантация табака. Пивоварня. Пивоварни, причём они не объединяются, заметьте. Ну, давайте сносить пивоварню. Чё? Это вынужденная мера по заданию. Это не моё желание. Так, пивоварни снесли. Проверяем. Одно место под производство освободилось. Запиховываем сюда собственно... Да ты чё, собака сутулая? Или им нужно время, чтобы разобрать? Нет. Построить только притязь в этом городе неудобно, поскольку город не подходит под производство товара зерно. Какое нахер зерно? Потому что в этом городе нет архитектора. Какого нахер архитектора? Шо вынесли? Я точно помню, было здание. Вот, контора архитектора. Айда. Как всё сложно, боже. И производство убери, и архитектора привези. Ох уж эти бездельники, собака, бесят меня. Ну хоть ресурс есть, через 15 дней всё будет готово. Так, где наша основа? Основа у нас плывёт дом-милый дом. Повышение уровня чьего? Твоего, да? А ты у нас на Сантимарии, да? Гроза пиратов. Ну давай. Будет максимально безопасный барыга. Но это странно. Это довольно странно. Окей, ладно. Я соглашусь. Я просто соглашусь, не буду вредничать. Просто соглашусь. Давайте отстраивайте побыстрее, чтобы мы закрыли это задание. Одежду мы сделаем, людей... А, кстати, мы же можем сразу поставить жилые кварталы. Где здесь от не осталось? Так, давай. Жилые кварталы. У нас много удачных позиций сейчас. Пуша, везде есть алкашка. Повышаем до 8 тысяч. А, все. Больше не надо. Идеально. Только сюда нужны веревочки и кирпичики. Будьте добры. Так, основа летит. Основа на месте. Так, основа. Что мы с тобой будем делать? Так, у нас там много произвелось, кстати, кораблей. Кораблики мои, кораблики. Мы, кстати, нигде до сих пор склад не организовывали. Значит, нет нужды пока. Здесь только один барк. Че? А почему он один? Погодите. Пять заказов. Ну, видимо, время еще не прошло. Окей, можем ли мы что-то наколдовать тут? У нас купить можно барк. Однозначно, флейт не нужен. Что у нас есть из кораблей здесь? У нас есть брик и барк. Которые на 500 повысят вместимость. Давайте сейчас выдернем тогда этот корабль. Маршрут во славу. Где он? Маршрут во славу. Распределить караваны. Так, Эсперанца. Давай мы тебе маршрут пока деактивируем. А ты вообще... Да не имеет значения. Плыви сначала сюда. Сейчас мы в Эсперанцу запихнем два корабля, которые у нас есть. Заплывем им же в столицу. Оставим там, получается... Заберем там еще один корабль. Вместимость увеличится 1000+. И он станет действительно эффективно перевозить продукцию для того, чтобы повышать нам очки славы. Мне кажется, это идеальная схема. Самое смешное, что он умудряется еще и в плюс выходить. Я не знаю, как у него это выходит. Если я правильно понял. Сейчас мы еще перепроверим. Так, забирай. Раз, два. Вмести. А, у него же вообще 650 было, да? Ох, товарищ. Ты, бляха, горе мое. Корвет и флейт. Ну, флейт просаживается. Он как раз по прибрежной зоне плавает. Не хотелось бы, знаете ли. Так, теперь шуруй вот сюда. Там сейчас добарыжим. Ну, я думаю, что мы, по идее, тут можем запустить, кстати, на Кравджиш, да? Давайте я и здесь запуляю. Порядок. Мне нужен именно барк. Достаточно? Да, достаточно. Все, производить как нужно больше. Так, что там, кстати, по постройке? Контора архитектора. Один день остался. 20 декабря. Декабрь 73-го. Так, архитектор готов. Соответственно, готов и собор. Но нет. А, стоп. Собор это когда не осталось свободных мест? Вот. Так. Людям нравится, когда производство одежки рядом. А тут еще и... Ой, ой, ой. Тут вообще все звезды совпали. А у вас есть смысл объединять в четыре? Рядом с жилыми районами, где с жилыми производится сырье. Давай тогда занимать позиции вот эти. Вроде должно быть топчик. Так, это мы считайте, что выполнили. Это мы тоже считайте, что выполнили. А вот с собором... С собором нам надо, получается, всю зону застроить. Но с этим есть чуть больше сложностей. Сколько у нас всего слотов осталось? Ну, на самом деле не так много. Давайте я докину еще немножко работяг. Вот так. По производству мы можем докинуть побольше вот этого добра. Четыре, пять. Давай закроем. Так, по рому здесь мы никого не огорчим. Нет. Делаем мега-производство рома. Давайте супер-мега-производство рома. По табаку. Мы же забрали часть, по-моему, производства табака, да? Производство табак. Нет. Табак у нас просто слабое производство здесь. Ну, хрен с ним. Ладно, давай. Давай табачка еще вжарим. Потом что мы можем еще? Ну, можем фрукты надавить. Ну, тут остается уже фигня-фигней, по сути. Наша задача здесь просто теперь все засрать производством. Все. Я застроил все и остался сотни тысяч на кармане. Сколько надо ресурса? Тысяча семьсот кирпича. Основа. Готов к путешествию. Сейчас, кстати, как там наше производство кирпича поживает? Мы же не зря их столько наторобанили, правильно? Взял добычу из Севилии. Вот ты мразь. Боже, боже. Дизреспект тебе. Кирпича здесь четыре тысячи. Ребятки, сейчас по вашему заказу все прибудет. Я вас умоляю. Видите, как полезно бывает производство иметь под боком. Хотя, я думаю, сейчас эти ребята там тоже выгрузят, дай бог. Не, не так уж и много. Дэнь-дэнь. Забирайте кирпически. Отдаем вообще задаром, считайте, что. Все, с кирпичиком вопрос закрыли. Но теперь остался там вопрос со всем остальным, да? 240 единиц того. Но это уже люди натаскают. Это не так много. Так, дорогуша. Где ты там, наш эсперанца? Так, выделился? Выделился. Так, маяк. С грузином два вот этих барка. И то не хватает. Ну, в принципе, там больше... Хотя нет, там же производство мы установили. Ну, ладно, мы подождем, если что. Ты пока возвращайся на маршрут. Маршрут, плыви, дорогуша. Плыви, мой сладенький. Сейчас глянем, как он будет работать. До этого он просто в двух городах закупился и уже забился. И все. И, по сути, ему в третий даже плыть нет смысла. Можно было сразу плыть в столицу. Так, тут он сразу 800 затарил. Хороший мальчик. И все, теперь он с двух городов забивается. Пу-пу-пу. На заточке славы будут расти. Приветствую вас, я тоже. В прошлый раз 34 было, но тут уже повеселее будет, однозначно. Однозначно. Он, правда, немножечко тратит наши денюжки, но... Поверьте, это будет только во благо. Да, мы в минус 5000 выше. Не спрашивайте, как. Да, видите, они сами привозят товар вообще запросто. Так, где моя основа? Основа стоит. Сейчас еще нужно дождаться крафта кораблей. Что мы сделали? Мы обеспечили наших подданных одежд. А, да? Столой ветки и лохмор. Ну, я красавчик тогда, получается, да? Никак иначе. Тут теперь грозище. Так, проверяем, как успехи. Все! Все ресурсы притащили. Теперь просто надо дождаться, чтобы это все застроилось. Ну, давайте, тут пара деньков. Пара деньков, они застроятся, и у нас будет возможность, по сути, впихнуть туда собор, наконец-то. Соборыч, и это мы выполним... Сейчас появится куча производств, здесь будет куча народу плюсом, по идее. Да, видите, народ уже растет по чуть-чуть. Даже не по чуть-чуть, слушайте, нормально так растет. Мы сюда можем просто приволочь огромное количество людей, на самом деле. Они, хотя не хотят, заселятся. Так, осталась недостроена еще одна швейная фабрика. А так... Контора капитана Порта еще недостроена. Так, можем ли мы уже построить собор? Нет. Свободных же мест нет для строительства, я правильно понимаю? Нет, осталось одно место! Давай сюда жилой еще массивчик закинем. Давайте я пока, наверное, сплаваю, чтобы уже 100%. А снова плыви пока сюда. Заплыви в Маракайба, заберем людей оттуда. Там куча людей, которые, я думаю, с удовольствием поселились в наш шикарный город Севилья. Да, немножечко чумной городок, знаете. Немножечко. Там, кстати, рынков не хватает еще. Так, и где-то барк закрафтили, да? Так, 21 тысячу вышли, замечательно. Что по очкам? 72! Стоп! То есть, можно привозить больше норм и получать больше очков? Конечно! Да, да, спасибо, спасибо. Как я рад видеть зависть и страх на бледном лице английского вице-короля. Спасибо, друг, я знаю, я знаю. Я лучший барыга во всей Испании. Нахвалил меня как пес просто. Так, забирай. А у меня было с собой 300 человек? Ладно, похер. Это не имеет значения. Возвращайся. Мне дали еще одну... Еще одну очко. Окей, окей. Давайте, мы породили торговую столицу, ребятки. О нет, Севилью разворобали. Что же делать? Ну, чумной городок действительно получился. Рынков, правда, я что-то пожалел. Так, Маракайба, еще один барк готов. Я думаю, мы того товарища насытим полностью барками, чтобы он там хотя бы тысячи тринера перевозил. Будет вообще песня. Так, ребятки, кто хотел работать, добро пожаловать. Сейчас, по идее, сразу разбегутся по производству. Сейчас глянем. Здесь не хватает. Хватает, хватает. Не хватает 200 человек с хреном. Тут 200 человек. Проверяем. 610 ищут работу. Отдаляемся. 150 ищут работу. Вот так все просто делается. Не хватает жилья. Ну, тут уже все, ребятки. Тут уже конкуренция. Вы уже выбирайте как бы. Вы либо заселяетесь, либо идете нахер, потому что город полностью застроен. Что ты еще хочешь? В смысле не осталось свободных мест? Да, епарец, это здесь еще три места есть. Рынок сюда смысла ставить нет, я так понимаю, да? Можем сюда поставить нормальный рынок. Я сомневаюсь, что больничка... Поможет, если она будет стоять просто по удаленке. Давайте здесь сделаем парк. Обычный рынок, мне кажется, здесь тоже нет смысла ставить. Давайте здесь будет набережная. Так называемая, красивая. Можно погулять, покутить. Теперь точно все застроено? А то начнется сейчас опять. Мы не все застроили. Вот это вот говно. Так, основыч, ты где? Основыч у нас здесь. Да, ты отвез все, что мог. В принципе, все, что от него зависело, он сделал. Все, что от него зависело. Так, барк в Севилье. Ща, 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 еще подкопим парочку. Я тогда уже передам. 72, в этом уже 54. Но мне кажется, действительно, если мы его напичкаем огромным количеством кораблей, чтобы он прям все с этих производств забирал, то мы будем купаться в чести. И славе. Чума, 87. Причем все равно все довольны, независимо от шанса заразиться чумой. 9400 населения. У нас, по-моему... А, это и есть 100%, да? Все остальное это будут уже беженцы. Так, один нас все-таки покинул. То есть они уходят. Ага, ага. Ладно, обидно, но ничего пока сделать с этим не могу. Так, шо, как? Достроил? Проверяем теперь. Собор! Аллилуйя! 54 тысячи, все ресурсы вроде бы есть. Сколько он строится будет? Два дня. Вообще изи. Марс 74-го, кстати, уже. Я что-то лицом прощелкал, а время летит. А, так это последнее задание. Отлично. Тыц! В смысле, барк? Где, где, где? А, сюда дерево еще надо. Кто-то слямзил дерево прям перед постройкой. Ну, шо за люди? Ребята, верните древесину. Я вас прошу по-человеческим. Опять добычу забрали. Так, дерево приволокли. Ну, вы еще скажите, что я сейчас за деревом поплыву. Ну, вы серьезно. Где наш барыга? Наш барыга номер один. Наш барыга номер два. Давайте. Шо-шо, а дерево у вас должно быть. Я вас почти на сто процентов уверен. Так, покедово проверяем. Да. О, тринадцать дней. Окей. Я не гордый, я подожду. Сейчас пока только выдернем товарища с маршрута. Сейчас проверим, насколько он стал нам минусовым. Слушайте, он плюсовый. Я не знаю, как так получается. Но у нас даже получается с него доход в тысячу пятьсот. Это магия, конечно же. Но, тем не менее. Так, заплывай сюда. Заберем сначала здесь остаточные кораблики. Два ляма у нас на руках. Неплохо, неплохо. Тыц. Так, маячок. Здесь у нас еще плюс два. Я, кстати, не знаю, сюда вместимость точно такая же бесконечная или нет. Просто интересно. Так, теперь он может поднять две тысячи. Это, конечно, хорошо, но я хочу проверить все-таки. Мы можем проверить гораздо быстрее. Давайте какую-то галимую лодочку здесь купим. Так, молиться не хочу. Я не из этих. Так, купить шхуны есть. И бриг есть, кстати. Давай, бриг. И попытаемся его сейчас законнектить. Бриг есть. Я забыл, что нам два корабля не хватает. Шлюп давай еще попробуем. К сожалению, не влазит. То есть, исходя из простой математики, максимальная грузоперевозка у нас на обычных кораблях может быть только в 2500. Но мы недалеко ушли, у нас 2400. Возвращаясь на маршрут. Мы недалеко ушли. Но теперь эта собака должна загребать шу дикая. Сейчас глянем. Давай, 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 давай. Взял добыть. Бози, Бози. Что заделать? Так, подплывай. Затаривается в первом городе. 850? Я понял. Во втором городе. 1650 у стежи 800, считай. И в этом, в котором он никак закупиться не мог. 2400. Оуе! Да, дружочек, служим как можем. Это у нас прям в крови. Соборчик готов. Я не знаю, правда, что у нас здесь по... Да, удовлетворенность людей начинает падать. Опасность чумы 100%. Но в целом ожидаемо. Да, давайте будем честны. Но, но. Сейчас, где у нас больницы вообще? Надо вот так, наверное, сделать. Так, больницы у нас. Раз, два, три. В этой части у нас больниц нет совсем. Давайте этот вопрос порешаем. Собор, я надеюсь, не развалился. Вот сюда вместите теперь больничку. Так, собор, праздник. Передать товары. Повысить их удовлетворенность. Ага, мы теперь можем руководить таким. Давайте помолимся. Страшно вырубай. Ты шо? Я к такому не был готов. Так, еще раз проверяем. Сейчас он еще повторно закупку будет. Проводить. Так, не кокли. Восемьсот девяносто. Мне кажется, нам нужно убрать ограничитель в пятьсот. Что-то мне подсказывает. Или нет. Нет, все-таки, мне кажется, нужно убрать. Либо добавить единичку перед пятьсот. Так, дружочек, дай мне одну секунду. Маршрут во славу. Изменить. Мне кокля. Вот так делаем. Если он найдет там тысячу пятьсот товара, пусть берет тысячу пятьсот. Фишка будет в том, что он не будет тупить лишний раз. А это уже вин, мне кажется. Тысяча пятьсот. И здесь та же история. Все, продолжай свой маршрут. Он сейчас станет точно уже неприбыльным. Но переживать смысла нет, потому что основной поток у нас все равно остается. Это мы еще не начали в Англии торговать. Погодите. Это мы еще не взяли за самое страшное. Меня больше смущает, что у нас задания не появляются. И остается только задание убить пирата. Хм. Это не совсем хорошо. Тогда нам нужно единственное, что делать нашим основным флотом, по факту. Это постоянно плавать. Либо с основного флота передать... Капитана в другой флот. Для того, чтобы он прокачивался. Барк доступен. Замечательно. Так, сейчас. Тихо, тихо, тихо. Делаем. Во славу. Проверяем. Он сейчас будет закупаться как раз. Ну. Заплыл. Так, закупил 729. Видите, так бы он закупил 500 кофе только. Так, набрал всяко разного. И в Риочи. Набрал тоже всяко разного. Вот теперь повеселее. Правда, тратится он, конечно, знатно. 69. Ну, по 70 в месяц. Это даже неплохо слушать. А если таких маршрутов сделать несколько... Ну, точнее... Как оно? С других городов, чтобы еще подплывали, ребятки. То, мне кажется, будет вообще бимба. Хорошо, ребята. Три ляма у нас на руках, фактически. Нам остается собраться силами и навалить пирату. Поэтому пока что... Мы с вами делаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.